Мотор Топ, снято. С Мерелин Монро определились. Зухра, значит так, Зухра, с первого дубля берем только начало, да? А концовку с этого дубля. Все, снимаем следующий номер. Мотор. Стоп. Снято. Перерыв 5 минут. Дорогие телезрители, мы с вами находимся на студии молодых талантов. Давайте познакомимся с некоторыми из этих юных дарований. Как тебя зовут? Меня зовут Хаджаева Диора. Я учусь во втором классе. Я занимаюсь в этой студии уже почти целый год. А это мой друг Амир. Представьтесь. Меня зовут Саидов Амир. Мы с Диора познакомились тут и с тех пор дружим. А наши родители почему-то не дружат. А почему, не знаем. Интересно. Вот уже несколько лет две семьи, семья Хаджаевых и семья Саидовых, Мягко говоря, недолюбливают друг друга, а точнее, просто враждуют. То ли кто-то у кого-то увел жениха, то ли кто-то у кого-то зарубил диссертацию. И пошло-поехало. Поэтому они даже своих старших детей отправили учиться в разные страны. А младших Хаджаевы отдали свою дочь в музыкальную школу по классу скрипки. А Саидовы устроили сына в эту же школу по классу саксофона. Бывшие близкие подруги Деларом и Саадат сейчас заклятые враги. И два парфюмерных магазина открыли на одной улице, чтобы и здесь соперничать друг с другом. Вы понимаете, Духи — это аромат Вселенной. Это запах, подаренный нам свыше. Он пробуждает нежные чувства. Подмени меня. Слушай, возвращайся пораньше. Мы получили письмо от Камулы. Письмо от Камулочки? Обязательно. А что? Нужно поговорить. А папа, мама предупреждены? Да, да, да. Хорошо. Я буду через полчаса в Ахрадинаке. Духи — это здоровье нашего тела, нашего астрального духа. И, как говорится в Коране, аромат — это пища, пробуждающая дух человека. У нас товары самого высокого качества. Ну, а если вам нужно что-нибудь подешевле, ну, или подделка, это вам вон туда, через дорогу. Да. Ой, это можете не переводить. Динара, займись ими. А это из нашей новой коллекции. Алло. Алло, сородат. Слушаю. Сегодня возвращайся домой пораньше. Что? О чем это? Нужно посоветоваться. По какому поводу? Получили письмо-то. Да вы что? А вы родителей предупредили? Да, да, предупредим. Хорошо. Ну, как мой ход? А, вот так. Думай, думай. Хорошо. А мы вот так. Конь F5. Теперь вас черед думать. Ну, и подумаю. Мадам Франсуа. Мама, слушайте. Мадам Франсуа предложила мне стать ее полноправным компонентом. Потому что, живя у нее, я многому научилась. Например, стричь. Ой, стричь собак? Господи, нашла профессию. И кошек делать им массаж? Ага. О, господи. О, нашел! Конь F5! F5! О, дожь мой. Казымцзианов сделал такой ход в борьбе за мировую корону! Да что вы понимаете? Отец, мы решаем здесь серьезную проблему, а вы со своим конем. У меня своя серьезная проблема. Где-то в интернете была эта партия. Дьора! Дьора! Открой свой интернет! Дорогие родители, мам, дайте печенье. Интересно. На, возьмите. Сынок, поаккуратненько. Что, папа? Учиться здесь нетрудно. Преподы не достают даже перед лекцией, не делают перекличек. Все по-другому. Хочешь, ходи, хочешь, нет. На экзаменах все равно спросят. Да еще как. Мама, не отвлекайтесь. Ладно. У меня есть друг Бобби. Он родился здесь, в Лондоне. И с ним мы учимся вместе. Он помог мне улучшить резюме на мои проекты. Вот видишь. И мне пришли сразу два положительных ответа. Два варианта. Работа на Ближнем Востоке, а вторая работа здесь, в Англии. Жду вашего совета, мои родные. Бедненький. Как поступить? Ну, честно говоря, я хочу домой, в Толькен. А ну, хватит. Что ты так переживаешь? Мама, он совсем один. Прекрати реветь. Ну, что ты пилатый. Мне здесь предлагают несколько вариантов работы. Наверное, я соглашусь. Жду вашего ответа. Только погода мне здесь не нравится. Мне не хватает нашего солнца. Ну как? Понятно. Да. И что будем делать? Надо срочно ее вызвать. И выдать замуж. За 20 дней, пока она будет здесь? Угу. И за кого же? А, мы найдем достойного молодого человека, познакомим, она влюбится и останется. Только мамочка, надо придумать, как ее вызвать. Вы знаете, что у нее учеба? И она не согласится. Подождите. Угу. Ну, мне придется тогда срочно заболеть. Заболеть? А, это идея. Да. Да. Ну, тогда мне место в пансионате с номером люкс. С видом на море. Можно с видом на горы. Что скажете? Согласен. Ну, все же нормально. Что нормально, дорогой? Что нормально? Ребенку предложили хорошую работу за границей. А вдруг он там останется? Ну, как он останется? Он же выехал по гранту. И он обязан вернуться. Значит так. Его надо срочно женить. Что? Так у него каникулы всего 20 дней, мама. Значит, надо придумать какую-то вескую причину. А я знаю причину. Кому-то надо заболеть. Угу. Угу. Только не мне. Только не мне. У меня ученый совет. У меня сессия. Нет уж увольте. И не я. У меня контракт, которого я ждала целый год. Делегация из Франции. И вообще, Диля хочет отбить всех моих партнеров. Не-не-не-не. Только не я. Ой. Хорошо заболею я. Ну вот. Ура. Он меня очень любит. Обязательно приедет. Правильно. Мабочка. А постой, постой. Он успеет на марафон? Конечно, успеет. Вот и хорошо. Хорошо. Все-все. Так, продолжим? У меня есть одна хорошая студентка. Она его и встретит. Музыка. Вы, Азиз? Да. Ваш отец не смог встретить вас и попросил меня. Вас? Да. Поэтому я и приехала. Что-нибудь случилось? У него много дел. Экзамены там, научные конференции. Сами понимаете. Понятно. Сегодня я буду вашим гидом. Хорошо. Кстати, как вы меня узнали? Он дал мне вашу фотографию, и узнать вас было нетрудно. Ах, вот как. Поехали. Я вас сразу узнал. А как? Видел вашу фотку. А где мама? Мама, она на работе. А папа? Он тоже занят, в институте. А меня попросили вас встретить. Идемте. Али, я слушаю. Я тебе сколько времени дал, чтобы ты бабки мои привез? Где мои деньги? Слушай, я тебе пару сейчас приеду. Ты меня понял? Я извиняюсь. Даю тебе час, усёк. Простите. Мой нэм из Пик Зот. Это, к сожалению, всё, что я знаю по-английски. Да я и сама знаю только французский. О, простите. Как там во Франции, кстати, а? А вам это интересно? В принципе, да. Ну, в таком случае, слушайте, Франция — это... Ну что, Ташкент сильно изменился? Да, изменился. И причём, в лучшую сторону. Ну, как там Париж? А? Париж. А, Париж. В Париже красиво. Ну, давайте лучше поговорим о нашем городе. Ну, спасибо, что встретили. Приятного познакомиться с Римом. Взаимно через пару часов поедем навещать вашу бабушку. Пока. Хорошо. До свидания. Мама, мам! Мамуля! Атист! Здравствуйте, мама! Атист, сырочек дорогой! Ну, как вы? Ой, мой сынок! Ну, вот, я приехал. Роднулечка моя, посмотри, как ты вас бужал! Вы как пожелаете. Ну, пойдём. Пойдём, расскажешь, как у тебя. Всё хорошо, мама. Угу. Вы не могли бы меня подождать? Мне нужно к бабушке. Сегодня я в вашем распоряжении. Спасибо. Я скоро. Буду ждать. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Раз. 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 Я вас в коридоре подожду. Ладно. Сайора, привет. А, Бигзот, привет. Ты что здесь делаешь? Да так, а ты? Вот приехал, скамолый. Я подожду вас в холле. Хорошо, я скоро подойду. Ну, как ты? Ничего. Нормально. Раз, два, три, четыре. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, в какой палате я... Простите, я первая. Скажите, пожалуйста, в какой палате я... Девушка, мы вообще-то одновременно подошли. Что вы такое говорите? Извините, но я пришла первой. А это значит, я первая и зайду. Девушка, пожалуйста, хватит так разговаривать со мной. И что за бестеремонность? Что вы себе позволяете? Скажите, пожалуйста. Но я... А вы в зеркало на себя посмотрите. Вон, глаза разбегаются. Он же пристает ко мне. Я... Я права? Я не приставал. Девушка, что вы такое говорите? Да вы же просто маньяк. Симпатичный парень. Что вы несете? Молодые люди, успокойтесь. Давайте по очереди. Девушка, вы к кому? Хаджаевой. А вы? Я... к Саидовой. Хаджаева, третья палата. Саидова, двадцать третья. Бабушка. Здравствуйте. Здравствуй. Как вы? Я так беспокоилась. Хорошо, что ты прилетела. Ой, бабушка. Сегодня мне чуть-чуть получше. Теперь я обязательно встану на ноги. Как узнал, что вы заболели, я сразу прилетел. Ты моя солнышко. Так уж получилось, что поделаешь. Но я очень рада, что ты приехал. Спасибо тебе. Ну что вы. Я же вас люблю. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. А кто это? Это Сайора, папина студентка. Да? Да, она меня привезла с аэропорта. На своей машине. Она твоя девушка? Нет, я же сказал студентка. Красивая. Умная, наверное, да? Да уж. Ты не обижай ее, внучек. С чего мне ее обижать? Мы же только познакомились. Ну, молодец. Молодец. А это кто с тобой? Здравствуйте. Здравствуйте. Это куда? Поставьте на стол. Это мой знакомый, Бигзот. Хороший парень. Лицо доброе. Сразу видно, такой и мухи не обидит. О, да. Спасибо, бабушка. Ты с ним дружи, Камола. Он надежный парень. Обещаешь? Обещаю, бабуля, обещаю. Вы приезжайте вместе. Приезжайте ко мне вместе, хорошо? Хорошо, бабуля, обязательно. Ну, ладно, мой мальчик, вы идите. Мне сейчас должна делать капельницу. Очень долгая процедура. Идите. Ясно. Бабуля, тут вам мама кое-что передала. Спасибо. Передай ей привет. Ты еще придешь? Конечно, приеду. Приезжайте. Я буду каждый день вас навещать. Ну, все, мы поехали. Пока, дорогой. Пока. Слава богу. Начало есть. Садитесь. Ну, ладно, Саир. Хорошо, пока. Значит, вы Саидов Азиз? Да. Вы, значит, Хаджаева Камола. Да, правильно. Значит, это твоя мама построила магазин напротив магазина моей мамы. Совершенно верно. А это твой отец разнес Пух и Прад диссертацию моего отца? Да, так и было. А ведь говорили, не дай тебе Бог встретиться с Саидовым Азизом. Мир тесен. Я тоже так считаю. Знаете, надеюсь, мы с вами больше не увидимся. И закончим на этом. С удовольствием. Че, проблемы какие-то? А? Нет, все нормально. Поехали. С вами никаких. Аривидерчи, амиго. Не думайте о ней, Азиз. Кстати, я вчера посмотрела классный сериал. Рассказать так вот. Вы че, расстроились? Да нет. Не, вы мне, если че, скажите. Я его порву просто. Я за вас любого порву. Не надо никого рвать, Бигзот. Успокойтесь. Нет, я серьезно. Если надо, две минуты его не будет. Я хочу поговорить с тобой. Знаешь, кого я сегодня встретила? Кого? Азиза Саидова. И как он тебе? Ай, перестань. Понимаешь, он такой вредный и задавака. Мы с ним поругались. А я дружу с его братишкой Амиром. Он...